Всем привет, с вами Артем и вы на моем канале. Полтора года назад я сделал бюджетный ремонт в своей ванной. Я не использовал плитку, стены я покрыл оптически прозрачной эпоксидной смолой. И сегодня в этом видео, как и обещал, я сделаю обзор данного ремонта спустя время. Я покажу, как он сейчас выглядит и что вообще в целом произошло. А тот, кто не видел, как я это все делал, у меня есть отдельный плейлист, где я собрал все этапы данного ремонта. Вы можете посмотреть его по ссылочке, которая у вас появилась сейчас вверху экрана. Также ссылку оставлю в описании. А сейчас я полностью освобожу ванну, чтобы можно было все это детально рассмотреть и приступим. Как раз отвечу на большинство комментариев, которые мне чаще всего задавали и писали. Начну с ванны. Ванна мне не нравится, как она выглядит спустя полтора года, потому что она пожелтела. Ванну я заливал сам, заливал жидким акрилом. И здесь я думаю, что проблема в материале. То есть материал некачественный и вот эта заливка, конечно, уже не очень хорошо выглядит. В целом ничего критичного, но до этого у меня ванна была залита тоже жидким акрилом и она гораздо дольше служила. А здесь полтора года и я не знаю, честно говоря, что с ней станет еще через полтора года. Ну, в общем, время покажет. Если что, буду переделывать. В общем, ребята, мой совет, если будете заливать ванну, все-таки обязательно изучайте материал, который будете применять для заливки. Потому что материалов очень много и есть такие, которые вот, как в моем случае, быстро пожелтели. Хотя я знаю, что есть материалы, которые и по пять лет хорошо служат и не желтеют. Да, обратите внимание, как выглядит у меня силикон. Он белоснежный, с ним ничего не произошло. Когда вы покупаете силикон для этих целей, старайтесь выбирать хороший силикон. Смотрите, чтобы в составе были присадки антигрибковые. И лучше покупать что-то такое проверенное, потому что дешевые силиконы могут чернеть и покрываться грибком. Ну, видите, в моем случае он как новый. И теперь перейдем к стенам. Стены у меня сделаны в стиле арт-бетон и покрыты сверху оптически прозрачной эпоксидной смолой. Это очень такой бюджетный вариант у меня отделки, но в то же время необычный. Смотрится очень классно. И вот это покрытие, оно на самом деле супер надежное. За это время, что я могу сказать? На них даже известковый налет не так накапливается, как, например, на тех же стеклах, либо сантехнике. Что еще могу отметить? Вот эти вот трещины, про которые я говорил, это были трещины в самой штукатурке. Потом, когда я нанес вот эту вот мазню сверху и покрыл эпоксидкой, эпоксидка пропиталась и их проявила. Но это не трещины в финишном покрытии и тем более не в эпоксидке. Можете сейчас посмотреть, вот камера крупным планом. Обратите внимание, что вот здесь, здесь слой монолитный. Он полностью монолитный, нигде никаких трещин нет, никуда вода не затекает. В общем, что я хочу сказать про эту технологию? Технология реально очень крутая и я ее уже вот который год проверяю. Я уже делал обзор ванны первой своей и в целом пока никаких замечаний, никаких проблем нет. Все ведет себя очень хорошо. Как эти стены сделать? У меня есть видео на канале. Технология достаточно простая, недорогая, поэтому обязательно посмотрите, кто не видел. Было много комментариев по поводу моих вот этих декоративных элементов отделки металлических. То есть это металлическая полоса, наверху у меня металлический уголок. Также вот такие вот вешалки в стиле лофт. То, что все это заржавеет и очень быстро. Я показывал, какой я применял для этого лак. Это был быстросохнущий лак. И да, это действительно все ржавеет. Сейчас я покажу, как это выглядит в душевой зоне. Обратите внимание, вот у меня такая же вешалка здесь. И она реально ржавая. Уголок, который находится над душевой шторкой, он тоже ржавый. Пока я в этом ничего страшного не вижу. У меня такой лофтовый ремонт. И в принципе, ну можно так сослаться на то, что типа это так и надо, это задумано. Но это ржавеет. Пока переделывать не буду. Подожду еще какое-то время. Если надоест, я это все сниму. Зачищу и уже покрашу автомобильным лаком. Поэтому, ребят, тот лак, который я применял в этом видео, когда я показывал, чем я это покрывал, его не применяйте в таких помещениях. Он не годится. Я думаю, что все-таки автомобильный двухкомпонентный лак, он бы больше подошел для этих целей. Здесь у меня декоративная отделка стен. Были комментарии, что дерево сгниет. Вот, в общем, капец ему будет. Ребята, здесь использована самая дешевая доска. Это 100 на 25 или на 20 миллиметров, точно не помню. Я ее зашлифовал, прибил на бруски и покрасил белым маслом. В принципе, ничего с ним не стало. Масло я использовал видарон. Это относительно недорогое. Ну, достаточно хорошее масло. И на самом деле, в банях же вообще, в принципе, многие не покрывают дерево. И оно там десятилетиями служит. Поэтому я вообще за дерево, я в данном случае вообще не переживаю. С ним ничего не будет и с ним ничего не произошло, в принципе. Единственное, что под деревом стену я обрабатывал специальным антисептиком, чтобы на всякий случай там не было плесени. И поскольку говорим про дерево, расскажу про свое самодельное гримерное зеркало. Были комментарии, что оно развалится. Я не понимаю, правда, почему оно должно развалиться. Но писали, что оно расклеится. Из-за влаги. Сделано оно из обычного деревянного уголка. Я его просто запилил под 45 градусов. И склеил его ПВА-клеем. Точнее, столярным клеем. Но это, в принципе, то же самое и ПВА. И, может быть, для кого-то это будет сейчас открытие. Но ПВА-клей, он не боится влаги. И он, ну, в теории, он не должен вообще расклеиться. Поэтому, в принципе, с моим зеркалом ничего не произошло. Так, и как раз отмечу, значит, нюансы по полочке. Значит, полка, это обычная доска, покрытая эпоксидкой. Есть фрагмент видео. По-моему, даже в Телеграме я оставлял, как я его делал. Так вот, на вот этой вот полке с ней ничего не случилось. Смотрите, прям поверхность идеальнейшая. Но весь уголок тоже начал покрываться ржавчиной. Тоже не вижу пока никаких проблем. Я думаю, что я его просто потом зачищу. И сверху покрашу нормальной краской и нормальным лаком покрою. Здесь у меня вот такой вот простой самодельный шкафчик. В принципе, он состоит всего лишь из вот две жалюзиные дверцы. С ним, в принципе, была проблема. Вот эти дверцы где-то через полгода, они расклеились. И все это вот, вся эта ерунда повылетала. Мне пришлось тем же столярным клеем все это склеить. И сейчас, ну, все классно, пока с ними нет никаких проблем. Ничего не гниет. Покрыто также белым маслом. Да, забыл сказать про лампочки. Были комментарии, что эти лампочки, они повзрываются, потому что на них попадет вода. Ребята, это диодные лампочки, светодиодные. И они не греются практически. И то есть, если туда, на них попадет вода, с ними, ну, ничего не станет. Они не лопнут. Потому что было много комментариев, что лампочки полопаются. Обратите внимание, точно такие же диодные лампочки у меня находятся на потолке. В моих самодельных лофтовых светильниках. Между прочим, я не жалею, что выбрал именно эту душевую систему. Она недорогая, сделана из нержавейки. Цвет сатин, это матовый хром, и на нем не так сильно заметен известковый налет. И, кстати, все, что касается сантехники, удобнее всего выбирать и совершать покупки на сайте магазина Сантехника Онлайн. В магазине огромный ассортимент товаров, широкий диапазон цен, удобный поиск и фильтрация. Вот, заходим в каталог, выбираем интересующий нас товар. Например, смесители, душевые стойки. Здесь можно выбрать категорию товаров, есть популярные подборки, можно выбрать бренд, материал, цвет и другие характеристики. Либо просто поставить сортировку по цене. На сайте вы можете заказать бесплатный дизайн-проект. Это облегчит ремонт и покупки на него. Дополнительно можно заказать установку. Есть услуга кредитования от Тинькофф и рассрочка по халве. А также есть различные партнерские программы с кэшбэком и бонусами. А по моему промокоду вы получите скидку 8%. Ссылку на сайт и промокод оставлю в описании. Обязательно ознакомьтесь с ассортиментом. Много было высказываний по поводу моих стеклянных шторок. Мне многие их не советовали. Говорили, Артем, зря ты сделал, что поставил эти шторки. Теперь будешь страдать постоянно. Надо было вешать обычные вот эти вот, которые висят. Друзья, я всю жизнь жил вот с этими висящими шторками. И это просто, ну, по мне это просто какая-то лютая дичь. Когда они, ты набираешь ванну, они плавают в этой воде. Они постоянно сыры, на них тоже собирается плесень. И, ну, для меня это одни только минусы. В общем, ни капельки не жалею, что я поставил вот эту шторку стеклянную. Да, я ее только что протирал, но на ней все-таки есть еще известковый налет. Периодически, там, я не знаю, там, хотя бы пару месяцев один раз их, конечно, желательно протирать. Но в целом это такой кайф. У тебя постоянно сухой пол. В ванне можно просто вот становиться на нее и прям жопой прыгать в воду. И это никуда не разливается. Это просто супер, не знаю. Но это же сделано было не просто так. Поэтому я однозначно только за стеклянные шторки. Прошло полтора года. Я вам честно говорю, вообще ни капельки не пожалел. Это просто вообще балдеж. Это очень удобно. Писали то, что собирается всякий мусор, грязь вот в этих салазках. Ну, может быть, у меня конструкция шторок такая, ну, более-менее продуманная. В целом есть, можете обратить внимание на механизмах, известковый налет, грязь. Но это все, опять же, можно убирать. Ну, в целом, я доволен. Теперь прокомментирую свой пол. Он у меня залит оптически прозрачной эпоксидной смолой. Здесь приблизительно 12 миллиметров толщина слоя. В качестве декора я купил много-много килограмм шайбочек, рассыпал их по полу. И все это вот залил эпоксидкой. Диванные эксперты утверждали, что все это отойдет через пару месяцев. Все это затрется. И, в общем, хана ему будет. Вот так это все выглядит. В принципе, ничего с ним не произошло. Покрытие идеальное. Идеально себя показывает. По поводу того, что эпоксидка как-то может отойти от стяжки. Это вообще исключено. У нее очень хорошая адгезия. И, ну, это точно я исключал. По поводу царапин. Да, здесь есть микроцарапины. Но они практически незаметны. То есть, если прям вообще вот присматриваться, царапинки видны. Но, друзья, на любом покрытии со временем видны царапины. Я не так давно делал пол в квартире из кварц винилового ламината. И вот прошло совсем немного времени. И на нем очень много царапин. Поэтому все царапается. И да, это покрытие тоже царапается. Но пока оно выглядит идеально. И когда оно поцарапается, его можно будет без проблем отполировать. И оно будет опять как зеркало. И отдельно про подсветку. Здесь у меня приклеена по периметру обычная светодиодная лента, которая также залита под эпоксидкой. Мне задавали вопрос. Артем, что делать, если лента сгорит? Отвечаю, в моем случае ничего. У меня просто не будет подсветки. Я в этом не вижу ничего страшного. Ну а если честно, ребята, конечно, если продумывать вот такой вот вариант подсветки, лучше это продумывать так, чтобы потом можно было ее поменять. Почему я ее сюда мариновал? Потому что я уверен был, что с ней ничего не станет. Объясню почему. Для таких вещей, где я использую светодиодную ленту, и уже не будет никогда возможности ее поменять, я беру светодиодную ленту малой мощности. То есть это либо 7,2 ватта, либо 9,6. Ну, в общем, до 10 ватт. Такая светодиодная лента практически не греется. И срок ее службы гораздо выше. Потому что светодиодная лента в большинстве случаев она выходит из строя из-за перегрева. Блок питания, который ее сейчас питает, выставлен на минимум. То есть она сейчас работает на самой минимальной яркости. И она вообще не греется. И я уверен, что с ней ничего не станет. И я надеюсь, что она проработает лет 10-15. Поэтому как бы достаточно. Если сгорит, ну тогда сгорит. Но у меня еще пока что ни одна моя светодиодная лента, которую я мариновал под эпоксидкой, не сгорала. У меня есть ресепшн, который я делал из эпоксидки, стол. Там уже светодиодная лента горит сутками на протяжении почти 4 лет. Все, что хотел, я показал в этом видео. На много вопросов ответил. Если на что-то не ответил, пишите. Возможно, сниму отдельно и выложу в Телеграм. Кстати, не сказал, что у меня есть вентиляция. Вентиляция, конечно, желательно, чтобы было в любой ванне. И не показал вообще, в принципе, что со стенами происходит, когда на них льется вода. А здесь они всегда в воде. Вот так вот, обратите внимание, все стекает, как со стекла. Можно на потолок. Ну, у меня, собственно говоря, когда ребенок принимает ванну, как раз вот примерно вот такая картина происходит. Он закрывается, и здесь непонятно, что происходит. Крики, прыжки какие-то. Пытается за эту трубу, виснет, прыгает в ванну, все это брызжет, а пол при этом сухой. В общем, ремонтом я, друзья, очень доволен. Ничего не могу сказать плохого. Вот это моя технология с эпоксидкой. Вообще прям огонь. Буду ее дальше применять. У меня, кстати, скоро намечается еще один ремонт в ванной. И там я просто вообще порву ваше сознание. Потому что то, что я буду делать там, это вообще просто... Я не могу даже об этом сейчас сказать. Собственно говоря, на этом все. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Артем. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok